Вы смотрите Life News. В студии Евгения Рянцева расскажу о наиболее заметных событиях, как в России, так и за рубежом. Прививки ставить поздно. В Москве началась эпидемия свиного гриппа. Объявлен карантин. На предприятиях и организациях города введен особый режим до распоряжения Роспотребнадзора. Четвертый, заболевший вирусом H1N1, скончался от осложнений. Почему так произошло, расскажет наш корреспондент Анна Заброда. Как рассказали родители молодого человека, Михаил его зовут, трижды они вызывали своему сыну скорую помощь. Заболел он еще на празднике, но тем не менее медики, которые приезжали, рекомендовали всего лишь попить противовирусные общеизвестные. И никаких дополнительных манипуляций не делали и не предлагали госпитализацию, что самое главное. И вот спустя три дня болезни, когда уже пришлось вызвать четвертую скорую, потому что состояние Михаила ухудшалось, только тогда немедленно он был госпитализирован. Уже в больнице ему поставили диагноз воспаление легких, но сразу врачи, к сожалению, дали неутешительный прогноз. Просто попадает вот этот вирус и не прослушивается. Ее пневмония вообще не прослушивается. Она попадает в корни легких и не прослушивается. А легкие, получается, они как, ну, становятся поврежденные, да, и потом человек может дышать? Полностью, да, он две недели дышал только через эту, через трахею. Но сразу ничего хорошего не обещали. То есть, как только положили, сразу сказали, что... То там врачи сказали, что это уже очень поздно. Несмотря на все усилия врачей реанимации, спасти молодого человека, к сожалению, не удалось. Опять же, как говорят родители, никаких симптомов у парня, кроме высокой температуры, не было. Спросили, естественно, мы у Натальи и Сергея, а с ними была ли проведена какая-то работа? Рекомендовали ли им после этого случая обратиться к врачам? Нет, ничего такого не было, несмотря на то, что всем известно, что это крайне опасный вирус. И они тоже могли им заразиться. Уже самостоятельно родители Михаила отправились в поликлинику по месту жительства, сделали рентген, чтобы убедиться, что с легкими у них все в порядке, и сейчас они чувствуют себя хорошо, ничем не болеют. Я отмечу, что в этом же реанимационном отделении городской больницы номер 5 чуть раньше скончался еще один москвич, 58 лет, Михаил Чучин. И у обоих мужчин лабораторно подтверждено, что смерть наступила из-за вируса H1N1. Получается, что уже 4 человека умерли в Москве от свиного гриппа. Я напомню, что на прошлой неделе была зафиксирована смерть мужчины, 36 лет, во второй инфекционной больнице. А еще до этого самый первый случай, который был зафиксирован в Москве. Уроженка Таджикистана, 36 лет, поступила в больницу с атипичной пневмонией. Это, кстати, пожалуй, самое распространенное последствие свиного гриппа. И через пару дней женщина скончалась. Анна Заброда, Олег Михальчук, Life News. Всего по стране гриппом болеют около 30 миллионов человек. Сегодня они работают уже больше 800 школ и 600 детских садов по всей стране. Карту гриппа мы составили. Это регион, где эпидпорог превышен. И число таких регионов растет с каждым днем. Медики прогнозируют, на ближайшие две недели пик заболеваемости почти в половине случаев. Речь идет о смертельно опасной форме, так называемом свином гриппе, том самом H1N1, который дает тяжелое осложнение. Самая сложная ситуация в Санкт-Петербурге. Там вирус унес жизни 21 человека. По данным Комитета по здравоохранению, ежедневно в северной столице заболевает почти 12 тысяч. Две трети это дети. Из-за эпидемии врачи перешли на шестидневку. В стационарах организованы дополнительные места. Между тем, в Санкт-Петербурге заканчиваются медицинские маски. Насколько их еще хватит, спросим у Елены Веселовой, директора компании по продаже медицинских материалов. Елена, я вас приветствую. Расскажите, в связи с чем сложилась такая ситуация? Почему вдруг медицинские маски дефицитом стали? Добрый день. Наша компания занимается поставкой расходных медицинских материалов по Петербургу и регионам России. Мы поддерживаем двухмесячный запас масок у себя на складе. Но, к сожалению, в связи с эпидемией гриппа и ажиотажем на данный товар, у нас маски закончились в течение недели. Мы распродали последние маски в понедельник. Сейчас мы работаем над этой проблемой. Мы ищем маски по всей России, запрашиваем у производителей масок. Это в Петербурге, во Владимире, в Казани. Но везде у нас ответ один. У нас очередь. Производство не успевает производить маски. И поставки, возможно, в марте месяце, конец марта. У импортеров масок ситуация аналогичная. Но у них маски были распроданы еще быстрее, так как они у них были в наличии на складах. Какие-то поставки к нам идут. То есть мы в конце этой недели еще получаем маски. И тут же мы их продаем, чтобы они поступали в аптеки нашего города и по России. Елена, пока вы приводите в порядок аппаратуру, сформулирую следующий вопрос. Вы про импортеров упомянули. Ситуация, говорите, у них такая же. Но наверняка возможности на мировых рынках более широкие, чем у российских производителей. Может быть, стоит еще поискать каких-то возможных поставщиков. Пробовали это делать? Либо пока только с теми общались, с кем до сих пор контактировали? Нет, мы запрашиваем маски по всей России. Обращались в оптовые компании во Владивосток. В Москве мы уже обзвонили все оптовые компании, известные нам, которые занимаются поставками в Россию медицинских масок. Ситуация у всех примерно одинаковая. Что делать в такой ситуации, Елена, будем? Что можно рекомендовать жителям Санкт-Петербурга, где заканчиваются уже маски тех регионов, где они тоже могут закончиться со дня на день? Жителям Петербурга и других городов я советую не паниковать, не посещать общественные места без необходимости и закаливаться, улучшать, усиливать свой иммунитет. Вот так вот. Импортозамещение в одной конкретной сфере, это производство масок пока работает, видимо, в недостаточной степени. Не хватает ресурсов или, может быть, ситуацию можно и с другой стороны рассмотреть. Слишком высока заболеваемость сейчас нерассчитанной производственной мощности на такую активность вирусов. Елена, спасибо. На прямой связи со студией была Елена Веселова, директор компании по продаже медицинских материалов. Елена Веселова, директор компании по продаже медицинских материалов.